МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Татарстана в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. В начале выпуска вкратце о главных темах. 120-летний объект культурного наследия в Нижнекамске могли поджечь. Из года в год горит. Сколько может вот это всё продолжаться, я не знаю. Кто должен был охранять усадьбу Стахеевых? Разбирался Салават Мухаммадулян. Предложения готовы. Мы создаём дополнительный барьер через посвященные признаки. Что Госсовет Татарстана хочет извинить в федеральном законе об оружии, узнал Дмитрий Аренин. Возникает неожиданно, распространяется стремительно. Пробы под материалы помещают герметичный сейф-пакет. Сегодня в Татарстане отработали навыки ликвидации африканской чумы свиней и других заболеваний. Учение увидел Рамиль Галиулин. Новый корпус БРКБ открыт для 110 маленьких пациентов. Произвести манипуляции непосредственно здесь, в учреждении, без направления в иной стационар. Какие возможности теперь откроются для здравоохранения нашей республики и всей России? Подробности у Натальи Мезиной. Причиной пожара в усадьбе Стахеевых в Нижниканском районе мог стать поджог. Об этом сегодня сообщили в МЧС республики. Здание было не подключено к электричеству. Напомним, объект культурного наследия республиканского значения загорелся накануне. Дом в ведении муниципалитета. Сегодня на место происшествия выехала специальная рабочая группа госкомитета по охране объектов культурного наследия из Казани. В каком состоянии исторический дом и кто за ним не доглядел? Разбирался Салават Мухаммадурин. Производим разъемку. Увлечение площади продолжается. Так горит история. 120-летняя усадьба Стахеевых – одна из визитных карточек поселка Красный Ключ, да и вообще всего Нижниканского района. Дом – памятник архитектуры. Только вот, по словам местных жителей, обходится с ним не совсем культурно. И пацаны и девчонки бегают. То есть, считаете, что дети подожгли? Дети. Только дети. Я выпегла и уже вот все опять стало гореть. Но это из года в год горит. Сколько может вот это все продолжаться-то, я не знаю. Это уже не первый год. Постоянно ребятишки там бегают, постоянно ломают деревья окнами. В итоге огонь охватил 300 квадратных метров. Повреждены кровля и верхний этаж усадьбы. Предварительная и основная версия причины пожара – поджог. В результате пожара сгорела деревянная обрешетка кровли на площади 245 квадратных метров. Прогорело потолочное перекрытие между чердачным помещением и первым этажом на площади 5 квадратных метров. По факту пожара прокуратура района начала проверку. О необходимости охраны объекта исполком предупреждали не раз, говорят здесь. Исполнительному комитету района неоднократно указывалось на необходимость проведения ремонтно-реставрационных работ. В мае текущего года в адрес исполкома района внесено представление об устранении нарушений требований законодательства, которое находится на рассмотрении. Дом был построен в 1890 году купцом Иваном Стахеевым. В советское время здесь были детский сад, школа, отделение милиции и администрация. В 1997 году усадьбу Стахеева включили в список объектов культурного наследия. Сейчас объект принадлежит муниципалитету. Он и должен охранять историческое здание. Соблюдалась консервация объекта. Это значит были закрыты окна, двери. Но периодически окна взламывались. Для нашего района это большая потеря. Сегодня на месте пожара побывала специальная рабочая группа Госкомитета по охране исторических памятников. Как стало известно, в 2018 году здание включили в республиканскую программу по сохранению объектов культурного наследия Мирас. Началась работа по созданию проекта реставрации дома. Его эскиз был готов. Однако, как сегодня сообщили в Госкомитете, после пожара проект придется переделать. Были выделены средства на проектные работы для дальнейшего сохранения объекта культурного наследия. Работы завершены. Были практически на стадии завершения. К сожалению, этот случай, он практически возвращает на нас уже начальное положение. Поэтому придется уже пересматривать. Сейчас будет составлен акт о состоянии дома. По его итогам станет ясно, сколько средств предстоит направить на новый проект реставрации. Салават Мухаммадуллин, Александр Халин, Булат Абдульманов, ТНВ, Нижнекамск. Из московской клиники сегодня выписали девочку, которая пострадала во время стрельбы в 175-й гимназии. Ее уже доставили в Казань. Она проходила лечение в клинике имени Пирогова. Состояние ребенка медики оценивают как стабильное. Сейчас в федеральных клиниках остается четверо детей и трое взрослых. В ДРКБ продолжают лечение три маленьких пациента. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в режиме видеоконференции наградил юных героев страны в разных регионах. Среди лауреатов и ученицы 7-го класса 175-й гимназии Казани Юстина Глебова она получила медаль «Доблесть и отвага». Еще девять учащихся гимназии удостойны медали за высокую гражданственность. Во время нападения школьники не поддались панике и стали оказывать помощь другим. Александр Бастрыкин поблагодарил детей еще раз, высказал слова поддержки и отметил, что родители не должны были платить за охрану школы. Вы не должны платить ни за что. Ни за ремонт, ни за питание. Тем более не должны платить за охрану. Самые добрые пожелания на будущее лето и на всю вашу жизнь. Спасибо, дорогие друзья, за ваш героизм, мужество, добрость и отвагу. Госсовет Татарстана готовится выйти на федеральный уровень с предложениями по ужесточению правил обращения с оружием. Проработать такие изменения после нападения на Казанскую гимназию поручил Рустам Мениханов. На заседании комитета Госсовета по законности и правопорядку представили целый блок нормативных новаций. Насколько собирается поднять возраст для покупки оружия и какие новые требования могут появиться, узнал Дмитрий Аринин. Мы создаем дополнительный барьер через косвенные признаки. Так парламентарии республики предлагают повысить минимальный возраст для покупки оружия с 18 лет до 21 года. Под новые нормы попадает широкий арсенал огнестрела. Исключение сделают для малых народов Крайнего Севера и тех, кто служит в военизированных организациях. Также для покупки оружия с длинным стволом предлагают ввести пятилетний испытательный срок. По нашему законопроекту нужно сначала иметь оружие, например, самооборонный револьвер, бествольное, пистолет. Вот когда им пользуются пять лет, только после этого уже. Вот о чем идет речь. Возможно приобрести вот это длинноствольное самозарядное полуавтоматическое оружие. Как отмечают депутаты, пятилетний срок позволит выявить людей, кому опасно доверять оружие. Если у него есть какие-то проблемы, да, они все равно выявятся. Он либо попадется на употребление алкоголя, наркотиков, драки, еще где-то. И в этом случае все это будет фиксироваться. В дополнение к этому парламентарии предлагают через Госдуму ужесточить наказание за оборот психотропных веществ, распространение информации, призывающих к деструктивным действиям и сделать более строгую ответственность за нарушения при использовании оружия. Предлагается повысить размеры соответствующих административных штрафов до 5000 рублей. Помимо этого, в отношении случаев вношения огнестрельного оружия лицом, находясь в состоянии объединения, предлагается установить обязательную конфискацию оружия. Ранние поправки в законодательство уже обсуждались на совещании Владимира Путина с членами правительства. Свои предложения президенту представил глава Росгвардии. Совместно, непосредственно с Минздравом осуществлять психологическое тестирование. Это необходимо делать. Представьте мне свои предложения в письменном виде. Также в Госсовете Татарстана подготовили обращение к Михаилу Мишустину. От правительства ждут избедения подзаконных актов, о медосвидетельствовании и выдачи разрешений на оружие. Как раз это будет связано с контролем психического состояния лица, межведомственным взаимодействием и так далее, и так далее. То есть получаются у нас комплексные решения и вопросы. Все эти предложения депутаты рассмотрят на ближайшей сессии Госсовета. Заседание должно состояться на следующей неделе. Дмитрий Аринин, Эль Абдулин, ТНВ, Казань. Продолжаем выпуск. Завтра модернизированный лечебный корпус ДРКБ примет первых маленьких пациентов со всей республики. Сегодня его готовность оценили вице-премьер Лейла Фазлеева и глава Минздрава Марат Садыков. После ремонта корпус одновременно вмещает 110 детей. Для них открыли первое в России отделение палеоативной помощи. Наталье Мезиной одной из первых удалось увидеть передовые возможности корпуса. На данный момент, да, уже расширено до 13-й коэш. Двухэтажный центр современным оборудованием, лабораториями и стационаром сегодня осматривает Лейла Фазлеева и Марат Садыков. Ну никуда ребенка возить теперь не надо. Здесь комплекс медицинских процедур будет проводиться на базе этого центра. Здесь завершился масштабный капремонт. И впервые в России здесь появилось детское отделение палеоативной помощи. Одновременно могут принять 13 ребят. Электроотсосы, мониторы, пульсоксиметры, откажливатели. Имеется лечебное питание. Это очень серьезное отделение, которое работает со сложными пациентами. И работа по палеоативной помощи в республике, как с детством, так и с взрослым населением, она на сегодняшний день находится на особом контроле, потому что есть запрос, есть пожелания. Комплексное обследование под контролем 78 высококвалифицированных профессионалов. Теперь приемный покой, УЗИ, лаборатория, функциональная диагностика внутренних органов и сосудов работают круглосуточно. Врачи готовы оказать неотложную помощь при необходимости детям со всей России. Долгожданным для медиков стало открытие комнаты рентгена. Раньше оборудование было только перевозным. Ночью, если они придут сюда с переломами или еще, конечно, рентген и все сделается. Будет вызвана перевозка, отправлен в трампунг. То есть вся неотложная помощь, она необходима. Яркие, просторные палаты, красочные рисунки на стене. Уже завтра эти новые помещения заполнятся первыми маленькими пациентами со всего Татарстана. Общая же вместимость нового корпуса достигает сразу 110 мест. Но, как говорят врачи, дети смогут получить не только здесь качественную медицинскую помощь, но и даже просто весело провести время, как, например, в этой новой игровой комнате. Посмотрите, какая она необыкновенная, с морей игрушек. И, например, ребенок здесь может легко сыграть со своим новым другом в хоккей. Данный объект один из реализуемых объектов по президентской программе, который был принят на 5 лет. Я думаю о том, что мы так поэтапно практически по всей республике модернизируем все наши детские клиники. Еще один важный объект в этом году – открытие Центра онкологии, гематологии и хирургии на базе ДРКБ. Его строят с нуля. Планируют открыть 18 июня ко Дню Медика. Наталья Мезина, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. За последние сутки в Татарстане зарегистрировано 29 новых случаев ковид. 14 человек госпитализированы, 15 получают лечение на дому. Это данные республиканского оперативного штаба. В России за сутки 8832 заболевших. Сделать прививку по пути на работу или учебу можно теперь в Казани. Вакцинация от коронавируса началась прямо у метро. Мобильные бригады работают у всех станций, кроме Аметьево и Кремлевское. С самого утра десятки желающих получить дозу вакцины. Все, что для этого нужно – это паспорт, СНИЛС и полис. Метро «Ешлег» именно здесь открылся один из девяти мобильных прививочных пунктов. Расположены они так, чтобы их можно было легко заметить при выходе из подземки. Буквально в нескольких шагах. Здесь все как в поликлинике, только ходить никуда не надо. Медики сами приехали к метро. Врач проводит осмотр, измеряет температуру и давление. И если противопоказаний нет, делает прививку. Здравствуйте, я хочу сделать прививку от коронавируса. За уколом здоровья в мобильный пункт пришла Татьяна Антипова. Она из числа тех, кто коронавирусом не переболел. Говорит, у метро очень удобно. В суете дня не успевала сходить в поликлинику. Я то работаю, то с луками вожусь. Некогда просто было. Я давно хотела, чтобы вот так вот поставили где-нибудь, и я бы сделала. Видите, как хорошо. Получить вакцину может любой желающий без предварительной записи. Достаточно иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС. Не упустила возможности и Вера Титова. Большинство ее родственников уже привились. Нужно, чтобы людей не заразить. У меня же и внуки есть, и сама в возрасте уже. Вакцина транспортируется в термоящий температура 23 градуса. На выбор две вакцины. Спутник Ви и пивак Корона. Только у станции Ешлек за несколько часов больше 15 привитых. В основном идут пожилые и больные с хроническими заболеваниями. А они в группе риска. Удобно, в шаге до судна, что здесь живет. Прививка – это значит, можно продлить свою жизнь. Можно сберечь и уберечь своих близких. Сделать прививку можно ежедневно у всех станций метро, кроме Аметьева и Кремлевская, с 7.30 до половины седьмого вечера. На сегодня в Татарстане от ковид вакцинировались больше 370 тысяч человек. Африканская чума свиней, сибирская язва, ящер и птичий гриб. Ветеринары республики провели масштабное учение. По легенде, вспышку сразу нескольких особо опасных заболеваний животных обнаружили в Верхнеуслонском районе. На ликвидацию выехали бригады нескольких отечественных ведомств, управления ветеринарией, Россельхознадзора, сотрудники МЧС и Минздрава. Как целое село на один день закрыли на карантин, увидел Рамиль Галюлин. КПП. Все машины проходят обязательную санобработку. Так началось утро в селе Керезеево. Согласно сценарию учений, на местном КФХ массовая гибель скота. Подозрения на африканскую чуму свиней. Несмотря на учебный статус, на входе всем выдают вот такие защитные костюм и очки. Обязательные атрибуты карантинной зоны. Ведь, несмотря на учения, условия, как и всегда, максимально приближены к реальным. Для ликвидации очагов здесь вся техническая мощь республики. От передвижных лабораторий до дезинфекционных установок. В одном строю ветеринары, спасатели, медики и специалисты Россельхознадзора. Им предстоит не допустить распространения болезней по республике и устранить последствия. Пробы от материала помещают герметичный сейф-пакет. Первыми на место приезжает ветеринарно-диагностическая лаборатория. Специалисты показывают, как брать образцы для анализа, если результат положительный, зараженных животных уничтожают. Два метра выкапывается траншея и все это сжигается. Африканка сибирской язвы ящу рыб-тичий гриб. Специалисты отрабатывают все возможные сценарии. Как говорят местные жители, об этих заболеваниях знают лишь понаслышке, но и без этого стараются обезопасить пернатых. В воду им один флакончик антибиотика и с ним все в порядке. С дикими животными они у нас не пересекаются, все время они под присмотром. Как раз дикая фауна – главный переносчик заболеваний, говорят специалисты. В прошлом году вирусы обнаружили в ряде районов Татарстана. Птичий гриб был в Буинске, Дрожаном, Муслюмве и Зеленодольске. Чума свиней – в Елабуге и Заинске. Сейчас ни одна из болезней в республике не зарегистрирована. Но тревожные звонки поступают из соседних регионов – Саратовской и Нижегородской областей. У нас есть крупные свинокомплексы, крупные птицефабрики. У нас тоже немало количества крупных рогатого скота и птицы. Совместно мы должны максимально работать на профилактике всего этого. От любых проезжих нельзя покупать любое поголовье, и птицы поголовье, и животного скота. Обязательно должен быть сопроводительный документ. Обязательно происхождение скота должен знать человека, когда покупает любое поголовье. Надежной вакцины от заболеваний для животных до сих пор нет. Так что лучшим средством была и остается профилактика. Рамиль Галиулина, Алмазеединов, ТНВ, Верхнеуслонский район. Пять рублей за каждый осмотр. За получение взяток в Казани на 6,5 лет посадили экс-топ-менеджера Татарстан Почта Се. Об этом читайте в интернет-газете «Реальное время». В северной столице страны открывается Петербургский международный экономический форум. Участвует в нем и татарстанская делегация во главе с премьером Алексеем Песошиным. Они будут участвовать в пленарных заседаниях и встречаться с руководителями регионов страны и представителями крупных отечественных и зарубежных компаний. У Алексея Песошина уже запланированы встречи с послами Нидерландов, Израиля и Финляндии. Также премьер-министр примет участие в заседании Ассоциации инновационных регионов. Отсутствие гарантии возврата инвестиций – одна из главных проблем сохранения тарифов на воду и тепло. Об этом сегодня говорили депутаты Госсовета Республики на выездном заседании Комитета по жилищной политике. Оно прошло на Нижнекамской ТЭЦ. Среди проблемных вопросов и рост цен на комплектующие для труппы итогового обсуждения парламентария рекомендовали министерствам обобщить предложения по улучшению федеральных и республиканских законов в сфере регулирования тарифов. Плюс продолжить работу по обеспечению гарантии возврата инвестиций для предприятий и усилить контроль за эффективным использованием средств инвестиционных программ коммунальщиков. Всех очень беспокоит. Такова будет цена на итоговую продукцию. Сколько будет стоить кибометр воды, сколько будет стоить одна гигакалория. Где гарантия, что все деньги, которые заплатил потребитель, неважно кто это, желающий в партии человек или предприятие, что часть их будет потрачена на возобновление, модернизацию. На основе наказов избирателей будет сформирована предвыборная программа «Единая Россия». Сегодня федеральный оргкомитет предварительного голосования партии подвел итоги праймерис. В нашей республике в голосовании за неделю приняли участие 378 тысяч человек. Окончательно списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборы в Госдуму, утвердят на съезде в Москве 19 июня. Электронные возможности и традиционные с урнами и с бумажными бюллетенями, они примерно показали одни и те же по соотношениям результаты. То есть это говорит о том, что достоверность, интерес, общее настроение, они одинаковые. Провести в конференцию партийную мы планируем 9 числа в Казани. И подведем итоги, и утвердим списки делегатов на съезд партии. И еще раз посмотрим по всем нашим кандидатурам. А главное, надо подготовить политическую программу политической партии «Единая Россия», с которой мы пойдем на выборы 19 сентября. В Сармановском районе больше всего проживают татары. Однако обучение на родном языке выбирает лишь половина школьников. В чем причина? Обсудили на совещании при уроченном году родных языков и народного единства. Круглый стол прошел под руководством вице-премьера Василия Шехразиева. В заседании участвовали главы соседних районов. Там ситуация не лучше. Что намерены предпринять, услышала Вероника Гайнадинова. В Лишефтамакской школе три года назад было всего 28 учеников. Сегодня в два раза больше. Дело в том, что в 2018-м в школе сделали капремонт. Обновили материально-техническую базу. Условия для обучения стали в разы лучше. Теперь детей сюда привозят даже из соседних сел и поселка Джалиль. 90% учеников татары все они изучают родной язык. В помощь авторский проект директора. Кабинет он оформил в стиле татарских сказок. Все изделия из дерева. Эти персонажи вызывают любовь к природе, любовь к народу, любовь к родному языку. Это уже гимназия в Джалиле. Здесь больше 500 учеников. Учатся татары, русские, башкиры, узбеки, азербайджанцы, казахи. Все родители в качестве родного для своего ребенка выбрали татарский язык, говорит директор Василу Шайхразееву. В школе работает и детское интернет-телевидение. Ученики у нас сами составляют текст на русском языке и на татарском языке. Передачи в основном идут на двух языках. В Сармановском живут представители 18 национальностей. 93% населения татары. И уже на совещании Василий Шайхразеев интересуется, почему в школах района на татарском языке обучаются только 54%. Что мешает? Почему 54%? Нельзя сказать, что все предметы изучаются только на русском языке. По учебникам, конечно, терминологию в основном на русском учат, но некоторые уроки ведут на татарском. На встрече присутствовали и руководители соседних Тукаевского и Заинского районов. Как здесь выяснилось, в Тукаевских детских садах мало татарских групп. На родном языке обучаются только 35% малышей. В семи детсадах и вовсе нет таких групп. Для вас 35% вы считаете нормальным? Нет, не считаю нормальным. В Заинском районе проблема с обучением на родном языке еще острее. Здесь всего 17% школьников получают образование на татарском языке. Только в двух случаях это может быть. Первый, родители не желают, не выбирают. Значит, мы недорабатываем или родители такие, или садики. Или в самом деле в садиках нет возможности, как татарская группа, все переполнено, очередность большая или нет воспитателя. И в том или другом случае это наша недоработка. Василь Шайхразеев подчеркнул, нужно общаться с родителями, выяснять причины этого, а еще привлекать в садики татароязычных воспитателей. Такие встречи уже прошли в нескольких районах. По итогам создадут дорожные карты. Единый план развития обучения на родных языках. Вероника Гайнудинова, Филюса Хамедулина, Ирек Хабибуллин, ТНВС, Армановский район. Финальный аккорд, гала-концерт. В эти минуты в Казани завершается Нуриевский фестиваль балета. Грандиозное шоу традиционно проходит в театре имени Мусы Джалиля. Напомним, в прошлом году из-за пандемии гала-концерт прошел лишь в декабре. И вот сегодня, спустя всего полгода, в Казани вновь звучат бессмертные произведения и выступают признанные мировые мастера балета. Сейчас в театре работает наш корреспондент Рамиль Шайдулин. Рамиль, здравствуй. Чем сегодня удивляет Нуриевский? Да, добрый вечер, Алексей. Да много чем, начиная от количества артистов и заканчивая количеством номеров. Без преувеличения этот сезон можно назвать одним из самых масштабных за всю историю, потому что только театров российских и зарубежных в нем участвует около ста. И да, как ты правильно заметил ранее, впервые на Нуриевском фестивале поставили национальный балет республики. И вот как это решение объяснили сами организаторы. Давайте послушаем. В этот раз была выбрана постановка «Золотая орда», потому что она, наверное, соответствует этим самым мировым тенденциям. И там заняты хор, и оркестр, и замечательные солисты. Ни для кого не секрет, что в прошлом году гала-концерт фестиваля отодвинули на полгода из-за пандемии, но пандемия не завершилась, и некоторые трудности, поэтому были и в этом году. Так, например, несмотря на то, что многие зарубежные театры заранее подтвердили участие в этом фестивале, не все смогли приехать сразу, поэтому многочисленные репетиции, по большому счету, легли на плечи местных артистов. Но, как они сами замечают, это была приятная усталость. Для меня фестивал стал более насыщенный, я больше танцевал, чем я бы обычно танцевал на фестивале, и поэтому, конечно, это большая нагрузка, много энергию берут, но зато просто приятное ощущение быть частью этого фестиваля, больше, чем обычно. Да, и вот еще один интересный факт, ни для кого не секрет, что обычно Нурьевский фестиваль завершается двумя большими гала-концертами, но в этом году здесь пошли дальше. Так, второй завершающий день фестиваля построен в виде одной большой сюиты, то есть многочисленные номера зарубежных и российских артистов не разрозненные, а связанные одной единой драматургической цепочкой. То есть, по большому счету, сейчас за этими дверьми разворачивается одна большая мировая история. Алексей, передаю слово вам. Спасибо, Рамиль, и этот материал завершает наш выпуск. Больше новостей на наших ресурсах в интернете. Всего вам доброго и до встречи. Песню свою поет ручей Вторит ему и шум ветвей Пусть же звучит родной язык Счастьем окрасив каждый миг В краю родном, в краю родном Розиль Валеев Торопитесь! Только до 15 июня Оплатите карты МИР путевки в санаториях компании Татнефть И успейте получить кэшбэк в размере 20% от стоимости бронирования Подробности по телефону в Альметьевске 38-63-98 Санатории компании Татнефть Курс на здоровье Что значит жить лучше? Верить в свое дело и в своих людей И знать, что все твои идеи поддержат В Акбарсбанке Бесплатный расчетный счет без визита в офис И бизнес-карта с бесплатным полугодовым обслуживанием С нами легко развиваться и расти Внедрея новые успешные идеи Акбарсбанк Живите лучше Скидка 50% на прием флеболога с УЗИ обеих ног Клиника Барикоза нет на Достоевского Данила Мастер Обмен старого памятника на новый 202-38-32 Видеть все краски жизни В клинике глазная хирургия расческов Мировой стандарт лечения катаракты Операция Ответственный шаг Требуется консультация хорошего специалиста С 28 мая по 6 июня В ДК Химиков Выставка продажа индийских товаров Не страшно под пулями мертвыми лечь Не горько остаться без крова И мы сохраним тебя Русская речь Великое русское слово В студии Софии Егорова Здравствуйте В республику возвращается лето Подробности в ближайшие секунды Не откладывайте заказ вашей новой кухни Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер Только до конца июня Доставка, подъем и установка бесплатно 3D проект кухни в день обращения Звоните 2-167-166 Готовые квартиры в Иннополисе От 3 миллионов 950 тысяч рублей Заезжай и живи Мебель и бытовая техника в подарок Осталось всего 15 квартир Подробности на сайте ЖКУникум.ру И по телефону 556-59 Успей купить квартиру в самом инновационном городе России Купить квартиру в Иннополисе Сейчас это возможно Квартиры формата Заезжай и живи От 3 миллионов 950 тысяч рублей Торопитесь Осталось всего 15 квартир Звоните 556-59 Сайт Днем до плюс 17 Ветер порывистый в набережных Челнах, Нижнекамске и Лапоге Но погода тем не менее вполне комфортная Плюс 19 В Агрызе, Менделеевске, Актаныши Без осадков и тепло Плюс 18 В Арске, Кукмаре и Болтаси Ветер пока не стихает Днем плюс 17-18 градусов Теплая и комфортная погода Ожидается в Болгаре, Дрожженом и Буинске Без осадков В Альметьевске, Чистополе, Мамадыши Облачно и плюс 19 Сезонная аллергия Может омрачить радость От наступления весны и лета Благир-3 Европейский препарат от аллергии Таблетка Благир Моментально растворяется во рту И помогает устранить основные симптомы аллергии Заложенность носа и слезоточения Зуд и отек Действует в течение суток Лучший протез Тот, что остался в упаковке Мы берёмся восстановить сустав Даже на стадии некроза Без операции С помощью одного укола Прямо сейчас запишитесь на приём в Доктор Ост За полцены Федеральная сеть медицинских центров Доктор Ост Лечение самых сложных заболеваний Позвоночника и суставов Без боли, хирургического вмешательства За 12 лет в 10 городах России Врачами клиники отменено Более 70 тысяч операций В Казани облачно и без осадков Ночью температура около 12 градусов выше 0 А днём 20 тепла Ветер северный, порывистый Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба Влажность воздуха 40% Магнитное поле земли спокойное Сан-Чи Сокровище китайской традиционной медицины Даёт энергию, укрепляет иммунитет Повышает качество сна Улучшает самочувствие Способствует снятию усталости Сан-Чи Источник здоровья и долголетия Спрашивайте в аптеках Фармленд На этом наш выпуск завершён До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова